Привет, бро! Ставь лайк за 3 секунды, если ты смотришь этот ролик летом! Считаю! Раз, два, три! А если ты смотришь осенью или зимой, то обязательно отпишись, какой это месяц, какое число, год. Может ты вообще ролик смотришь в 2030 году, в будущем, ну, сейчас-то в будущем, а потом в 2030 это будет настоящий. Это у нас игра Stick War Legacy, мы с тобой сейчас проходим бесконечный зомби-мод, мы же с тобой играем за скин лавовый, то есть у нас выходит два ролика на один скин, мы испытываем вообще скины в этом режиме, как ты знаешь, в последнем обновлении вышел скин на великана, теперь великан может делать землетрясение, и сам великан тоже такой неслабый и крутой. Сейчас мы с тобой находимся на 17 ночи выживания здесь, наш рекорд это 27 ночей, ну, как 27, на 27 мы умираем обычно, но в прошлом ролике, точнее, с прошлым скином мы с тобой умерли на 26 ночи. Вот так вот, сейчас у нас лавовый скин, он такой крутой, мы даже поджигаем противника, то есть противник не замедляется, а противник по чуть-чуть горит, и мне нравится то, как ведет себя этот скин. Да, он дорогой здесь, но в то же время, а как, как по-другому? Вроде бы мы как бы стоим, вроде бы у нас все получается, золото добывается, и здесь противники не такие уже сильные, как мы от них отжидали. То есть здесь просто обычные бронированные зомби, мне они нравятся. Еще кто-то идет. А вот те зомби, которые прыгают, они не очень. Смотри, по нему стрелы вообще не попадают, то есть он идет и вообще не уязвимы к стрелам. Вот в чем вся беда, видишь, что мы не можем никак нанести ему урона. Нам, в принципе, можно уже ничего не прокачивать, у нас все здесь топовое, то, что мы используем в бою. Вот такой вот у нас сетап 13 лучников, 4 рудокопа, 5 магов и 2 великана. То есть сетап у нас не меняется от скина до скину, потому что, ну, это, мне кажется, самый победный сетап, и с ним удобно здесь играть. То есть мы можем прожить столько, сколько вообще получается в адекватном смысле, без доната, без ничего здесь прожить. Давайте, зомби, получайте, горите вы! А, кто-то получил прям в лоб. Ах, ненавижу зомбари, которые кидаются отравой. Давай, получай. На, я иду первый, я надеюсь, что я солью этого великана, потому что он не нужен. Лучше построить нового, целого. И давай, хотя бы трещину я успею сделать. Давай! Тыды, все разлетелись. Лучники, гасите их, смотри, толпой. Еще давай, мне надо стоять на передовой, чтобы я умер. Чтобы я получал первый урон и здесь откинулся. Как раз я смогу создать нового великана топового. И таким образом все будет нормально. А то плохо, когда мы заходим в уровень, в новую ночь. А каждая ночь здесь все сложнее и сложнее, да? А великан у нас побитый. Блин, вот сейчас у нас великан побитый. Как мне не стоять? Может, как-то вообще не двигаться, чтобы он умер, а? Блин, великан сейчас выживет. Умри, пожалуйста, великан. Как же ж так! Так, самый тяжелый уровень здесь это 21-й. После 21-й ночи здесь все может резко измениться. И явно не в хорошую сторону. Потому что обычно после 21-й ночи начинается ад. Там уже зомби ведут себя вообще непонятно, как они ведут. Они жестко воюют, жестко нападают. И до 21-й ночи здесь еще легкотня идет. Мне кажется, здесь самое сложное это от 1-й до 5-й ночи. А потом уже до 21-й. 21-й и дальше. Ого, это, подожди, великаны-боссы пошли. Давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Ох, все, упал. Великан упал. В атаку, ребята. Смотри, пошли, пошли великаны. Давай, давай, вот этих больших будем валить. Трещина. Давайте, жгите, горите они. А почему большой вообще не горит? Смотри. Ва, большой вот горит по чуть-чуть. Сверху мелкие прикрывают. Смотри, маленькие эти. Мне кажется, сейчас, смотри, вот он пройдет к магу. Мне надо спасти его. Великан, давай, жги, дружище. Трещина. Давай трещиной. Руби. Прямо возле рудокопов. Представляешь, здесь рудокопы добывают все. Смотри, мы стоим, боремся с зомби великаном. Ну, ему вроде бы лучники по чуть-чуть там наваливают, я вижу. Все, верхний великан откинулся, зомби. Нижний очень крутой, ты посмотри, реально крутяцкий. Фух, прожили. Это у нас была девятнадцатая ночь. Не слабая. Все просто довольны тем, что победа была на нашей стороне. Мы здесь, дружище, с тобой. Не создаем никаких стен, ничего. Мы сразу дерзко идем в атаку. Великаны уже не слабо наши пострадали, мы видим. Давайте, маги, клепайте своих прислужников. Я иду на разведку. С одной стороны... Ох, я понял, опасно идти. Давай. Все, там побежали эти все. Завалили рудокопа. Рудокопы уже трубаем. Идем в атаку. Главное, чтобы маги там не пострадали. Давайте. Прикрывайте. Ооо, куда они прошли? Кем я вообще управляю? Я управляю яд непонятно. Только что управлял великаном. За секунду я начал управлять непонятно кем. Лучники жестко умирают, смотри. Вынесли лучников. Так, давай лучников сделаем. Маги хоть не пострадали там. Смотри, а что это с двадцатая ночь какая-то дерзкая такая? А что мы жестко страдаем? Где наши лучники? Вон, смотри. Около десяти лучников померло. Пацаны, что произошло? Вы мне не скажете? Как так? Так. Клепаются лучники. Что там? Солнце. Мы несем жесткие потери уже на двадцатой ночи. Сейчас будет двадцать первая. Да, надо рудокопов делать. Два рудокопа. Остальные сразу все лучники. Насколько это возможно. Великан один подгулявший. Я буду играть за подгулявшего великана. То есть он уже такой вот. Давай, руби этих зомбарей. В самом начале они тут появились. Пошли в атаку. Ладно, воюйте. Там я сам пошел в атаку. Давай, зомби, вылази. Дышь, получил ты. Дубины. У нас великан, ребята, топовый. Топовый. Скин лавовый. Вот уже босс пошел. Смотри, на. Блин, промазал. А как я? Как он хитро ушел-то от нас? Ага, он меня валит? А нет, он мелких валит. Давай я на босса повернусь. Пусть тот великан где-то там стреляет. А все по боссу бьют. Мне кажется, что там сейчас завалят. Да как так? Что я не могу? Что за тупость? Или это... Не могу понять, в чем причина. Эмулятор что-то глючит. Вот почему у меня просто берет и перекидывает. Я же вроде бы управляю персонажем. Давай, давай, давай. И надо его завалить, потому что маг. Он возле магов находится. Если я отойду, он сразу парочку магов уложит. Все, завалили его. Правильно, ему в спину. Подожди, где великан? Великана нету! Великана нету! Что? Ох, тяжелый 21. А как же ж так? Слушайте, кидается, кидается мясом. Блин, быстро лучники идите, а то магово сейчас не поздоровится. Завалили. Беру мага. Маг, отходи. Спасаю мага. Просто спасаю. Так, что у нас? Отходим, пацаны. Отходим. Вот это жестко нам досталось. 21 ночь. Нам срочно нужно делать стену. И как-то восстанавливаться. Я даже не знаю, что у нас по потерям. Так, вперед. Ох, слушай, магов нету. Одни лучники остались. Великан. Давай мы великана бабахнем. Так, тут у нас есть какое-то препятствие. Там они ползут. Мага всего лишь один. Он будет прослужников делать. Надо еще магов. Насколько это возможно. И тут один. Смотри, еще 4 мага у нас будет стоять. Наверное, надо было не великана брать, а мага. Потому что великан в любом случае бы вышел. А маг бы за это время как раз бы не наделал прислужников. Снова эти чуваки, которые кидаются ядом. Ненавижу их. Просто ненавижу. Дело в том, вся проблема, что мы стоим. Великаны спереди, как я уже говорил ранее. Сзади, где нас стоят вот эти мелкие маги. Все, и они стреляют по великану. Великаны сразу умирают. Вот в чем проблема-то. Они не бегут вперед. А, уже все? Быстро вы как-то справились, пацаны? Да я не в ту сторону ударил. О, смотри, я сразу получаю ядом. Давай, давай, давай. Десять тысяч. Слушай, все, великан откинулся. Великан откинулся! Сейчас маг откинется, потому что к нему пошел топовый зомби. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю. Давай. Да ты что? С ними уже совладать невозможно. О, отходим. Отходим на базу. Так, у нас с этим скином 22 ночи. Смотри, невозможно выжить. Просто было невозможно. Там нас жестко потрепали. И никакие замковые не спасутся. Да, если честно, я думал, что лавовый скин нас дальше доведет. Блин, а ну как? Не как 22 ночь. При том, что у нас сетап постоянно одинаковый, ребята. То есть, все мы делаем правильно. Все мы делаем нормально. Реально смешно. Самый дешевый скин, самый эффективный в этой игре. Остальные скины вообще не имеют никакого значения. Это мое мнение. У меня получается так. Если вы играли и как-то доходили дальше, ну, значит, молодцы. Просто тут еще понимаете, в чем прикол? Здесь уровни всегда разные. Вот на 20 уровне может быть такая волна, а потом ты переиграешь, на 20 уровне другая волна. И ты заново переиграешь и можешь пройти дальше, чем первый раз. Потому, с одной стороны, тяжело сказать, насколько, скажем, правильное осуждение о скине. С другой стороны, ну, блин, ты видишь, видишь, видишь. Великанов завалили, все завалили, и мы погибли. Вот так вот. Была игра Stick War Legacy. Оставайся на канале. В следующем ролике мы с тобой уже попробуем самый топовый скин. Это вот этот. Вот смотри, вампиризм, да? То есть, мы уже с этим скином сможем... Может дальше пройти. Я не знаю, сможем мы, не сможем, но пока что у нас рекорд стоит на самом дешевом скине. Это смешно. Это реально смешно, самый дешевый. Там просто была быстрая постройка. Быстро строится, и все отлично. Вот так вот. С тобой был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok